Саня Байна, здравствуйте, уважаемые зрители канала «Бурят Монгол РФТ». Сегодня мы в очередной раз встречаемся с Игорем Ронкиновым. Сегодня мы будем обсуждать чрезвычайно важную тему для любого народа. Сельское хозяйство — это вопрос безопасности, потому что от сельского хозяйства в буквальном смысле зависит выживание любой нации. То, что сегодня мы наконец решились поговорить на эту тему, конечно же, своевременная мера, потому что невозможно планировать успешное существование народа и нации без решения этого вопроса. Не секрет, что империя на протяжении очень долгого времени пыталась выбить эту почву в буквальном смысле из-под наших ног, когда отнимала нашу землю. В советское время были уничтожены аборигенные породы скота, полностью уничтожено поголовье верблюдов, аборигенная овца, аборигенная корова, аборигенные лошади. Все они были уничтожены, пущены под нож. Наши земли были распаханы. В своё время Крущёв пробовал даже выращивать кукурузу на бурятских землях. Естественно, она не прижилась, потому что это растение требует более мягкого климата. И, наконец, сейчас мы подошли к такому моменту, когда, наконец-то, можно было уже заниматься тем, чем наш народ хотел заниматься, животноводством, но очень многое было потеряно. И, опять же, я знаю, что так как государство планировало большие дотации сельскому хозяйству выдавать в 2000-х годах, у нас в Бурятии произошла серия рейдерских захватов именно в сфере сельского хозяйства. Эта ситуация с агропромышленным комплексом отражает ту гнилую ситуацию, которая сложилась вообще в российском государстве. То есть никуда не посмотришь, какую область не возьми, везде мы видим разложение, везде мы видим коррупцию. И я думаю, что у нашего гостя сегодня будет что сказать и на эту очень важную для всех нас тему. Амар Мендер, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной раз мы встречаемся с вами. Тему действительно очень интересная и очень важная. Я здесь единственное, что хотел сказать в самом начале, что я вряд ли сейчас какие-то такие совершенно эксклюзивные вещи буду говорить, потому что о сельском хозяйстве очень много было сказано, и специалистов в этой области гораздо больше. Я не специалист в сельском хозяйстве, но я смотрю на сельское хозяйство, как и на другие отрасли, о которых мы до этого говорили, с точки зрения политики. Безусловно, мы как новое формирующееся государство должны выработать свою государственную политику в этой области, иметь представление о том, что мы хотим и как мы хотим достичь этих своих целей. Соответственно, мы должны понимать все особенности ведения сельского хозяйства на территории Республики Бурятия и округов, наверное, тоже самое. Речь идет сейчас, конечно, в первую очередь о Республике Бурятия. Я еще раз говорю, я здесь, наверное, совсем уж таких новых вещей не скажу. Здесь очень важен такой комплексный подход системный к ситуации. Во-первых, я хотел бы сказать, что существует такое неправильное мнение, что буряты испокон веков занимались только скотоводством. Если взять там какие-то исторические документы, исторические какие-то сведения, в том числе асхеологические, известно, что на территории современной Бурятии достаточно серьезно наши предки занимались и рассееводцев в том числе. Выращивали в древние времена, выращивали и проса, и гречиху, занимались ирегацией, мелиорацией занимались, да, в односторожных земель. Можно сказать, были ли это специалисты, собственно, наших предков, либо это были какие-то привлеченные специалисты. Ну, вот начнем с того, что вдоль Амура и на территории, допустим, современного Забайкальского края проживали такое монголоязычное племя, как дауры, которые были земледельцами. Но они были, при этом монголы были монголоязычными. После того, как была установлена граница между Россией и Китаем, их всех выселили. Дауры были, как я говорил, земледельцами и вполне могли оказывать, скажем, такие услуги консультационные или какие-то другие, другим монголам, проживающим, скажем так, по Селинге и вокруг Байкала и так далее. То есть я хочу сказать, что монголы в Атхе и в Бурят, в частности, по исторической этапе республики, было достаточно большой опыт земледелий. Говорить, что мы вот только-только вот скотоводы, и земледелием никогда не занимались, это неправильно. Если взять же, опять же, вот иркутских, вернее, западных Бурят и восточных Бурят, практика не ковырять землю, да, я думаю, что она, скорее всего, пришла с расстроением буддизма, потому что у западных Бурят такого правила нет, у земли не ковырять. И даже в советское время достаточно активно занимались огородничеством, по меньшей мере. Я вспоминаю, у меня вот восточные Буряты, они же огородничеством не занимались, как правило. У меня вот такой, я вспомнил, случай, сестра у меня двоюродная, вышла замуж в Ирану. Так вот, когда она там сосново-озерский огород разбила, там местные Буряты ходили, смотрели на этот огород как на диковинку, потому что она выращивала помидоры, там огурцы, лук и так далее, тому подобное, цветы, клумбы садила. И картошку там, в принципе, даже не сажали. Правда, там, надо сказать, что Крим не совсем хороший для огородничества в том числе. Так вот, я что хотел сказать, что на самом-то деле существуют такие стереотипы, от которых тоже надо избавляться. Правильно, как говорите, это вопрос выживания. Если речь идёт о выживании, то и огородом займёшься, что называется. Поэтому нам, Бурятам, безусловно, надо вот эту сферу земледелия, в том числе и огородничество, тоже в будущем иметь в виду и растеневодство развивать. Теперь, что касается советского времени. В советское время действительно земледелие и в том числе растеневодство в Бурятии было очень активно развивалось. Ну, понятно, как бы очевидная вещь тоже, что у нас в Бурятии существует две параллельные, два параллельных вида сельскохозяйственной деятельности. Это скотоводство, отгонное скотоводство, которое в основном занимается у Буряты, и растеневодство, которым занимались в основном русские, это в основном семейские. И эти два вида деятельности практически очень мало пересекались и мало соприкасались. Хотя в советское время были попытки Бурят от кочевой деятельности, в том числе от традиционного скотоводства, как-то лишить, да, вот этой традиционной деятельности Бурят. А что говорят, чтобы отказались от этой деятельности? Было такое мнение, что кочевой образ жизни — это неправильный образ жизни, что это отсталый такой, да, наиболее такой прогрессивный, перспективный, цивилизованный, говорит, это седлый образ жизни. До сих пор многие так и считают. Тем не менее, некоторые учёные ещё в дореволюционный период пытались эту точку зрения как-то опровергнуть. Мне попадала всё время статья, которая была напечатана в одном из питерских журналов в 1905 году, а потом перепечатана в «Сибирских вопросах» в 1908 году. Она так и называлась «Заметки о кочевом быте». И вот там, на мой взгляд, была одна из первых, видимо, попыток попытаться как-то реабилитировать кочевой быт. Там делалось упор на том, что вкусовые качества именно бурятской баранины, они самые лучшие в мире. Во всяком случае, на тот период, ну, сто с лишним лет назад. И автор этой статьи говорил о том, что в Бурятии баранина, которая лучше австралийской баранины. В то время считалось, как бы, в Европе, что самая лучшая баранина — это австралийская. Из Австралии возили баранов в Европу. А вот автор этой статьи утверждает, что бурятская баранина была лучшей австралийской. Там приводилось, что три нужно эти условия для того, чтобы вот вкусовые качества были хорошие. Это, в первую очередь, это порода. Второе — это специальная степная трава, которая растёт на саванчиках. И, по-моему, там должно быть относительно высокое надурение моря. То есть это не должно быть прямо в море. И вот эти все три фактора, они совпадают именно в Бурятии. Я сейчас вмешаюсь. Дело в том, что мне родители ещё говорили, что в своё время, в советское время, в московских ресторанах готовили блюда из баргойской баранины. Да, баргойская баранина. Там написано «баргойская баранина». Я расскажу сейчас о баргойской баранине. Так вот, там говорилось о том, что именно бурятская баранина, она по вкусовым качествам самая лучшая в мире. И там, значит, автор этой статьи говорил, что уже тогда можно было поставлять бурятскую баранину в лучшие рестораны мира, в том числе Париж. Ну, там почему-то Париж именно упоминался, как культурный центр, видимо. И они говорили, что вот Россия, ну, тогдашняя Россия, могли бы зарабатывать очень большие деньги золотом экспортировать бурятскую баранину. Ну, и приводилось то, что да, вот этот кочевой быт, он имеет всё равно какие-то положительные стороны, да, и что надо более внимательно к этому кочевому быту относиться, научиться на этом зарабатывать. Но, к сожалению, эта статья, как бы, не была замечена никем, не была реализована. Что касается баргойской баранины, ну, мы знаем, что вот в Елисеевском магазине там целая секция была, именно по баргойской баранине. Именно там писалось, именно баргойская баранина, и только туда поставлялся. И в том числе в рестораны Москвы. Москвичи, которые вот такие гурманы, привередливые, они вот потребляли только баргойскую баранину. Я помню, по-моему, в новых годах приезжал заместитель министра сельского хозяйства России, который сказал, что сельское хозяйство в Бурятке нам, говорит, вообще неинтересно никак. Мы единственное можем вам дать деньги, если вы будете возрождать вот эту баргойскую баранину. Поэтому на самом-то деле такое отношение к кочевому образу жизни, кочевому быту и, соответственно, к баранине, в частности, до сих пор как бы не изжито, да? То есть я имею в виду, что такое пренебрежительное отношение. Мы до сих пор не знаем до конца все преимущества, все возможности нашего скотоводства в ряде. Вы правильно сказали, что в советское время были репрессированы не только люди, да? Там решила, помню, собака, да? Вот эти хаташо тоже были в свое время все уничтожены, в том числе и бариденные породы скота. У меня вот по этому поводу есть вот тоже такая небольшая маленькая история. Я помню, когда в начале 90-х годов я вот с фермерами разговаривал, которые только-только появлялись. Но мы помним, что опять же эта история связана с тонкосуконным комбинатом, когда в угоду этого предприятия грубо-шерстные породы были уничтожены и завезли тонкозунную породу овец, да, вот в той же самой Австралии. Я, значит, фермер спрашиваю, что вы сделали в первую очередь? Они говорят, мы в первую очередь эту тонкозунную породу все под нож, потому что она для наших климата не приспособлена, требует больше ухода, больше внимания, экономически невыгод. Вот, и мы сейчас вот собираем где-то там разными путями вот эту грубо-шерстную породу, бурятскую породу, да, там участника скупаем, да, там всяким разными путями, другими находим, да, пытаемся ее возродить. Ну, я, значит, это послушал этих товарищей, таких стал таким апологетом, грубо-шерстной породы, думаю, вот все такое. А у меня произошел другой случай, тоже как бы показательный. Я поехал в Логинский опыт с родственниками, жены, я пообщался, они как раз там, родственница, она занималась как раз, ну, животномодством, у нее так большая, ну, частное лицо. Я спросил, говорю, а вас, говорю, какая порода-то? Вы какую породу сейчас разводите? Грубо-шерстную или тонкорунную? Они говорят, мы, говорит, в одно время перешли на грубо-шерстную породу. Оказалось, что это не выгодно. Я говорю, почему, как не выгодно-то? Оказалось, говорит, во-первых, вот это тонкорунные породы, они быстрее набирают вес, ну, чуть ли не в два, в три раза быстрее. То есть, получается так, что, чтобы грубо-шерстная порода набрала необходимый вес для забоя, требуется в два раза больше времени. То есть, это экономически не выгодно. Кроме того, это оказалось, что те породы, грубо-шерстные породы, которые они использовали, у них качество мяса оказалось хуже. Это как раз к тому, что необходимо заниматься селекцией. По всей видимости, они разводили уже породы овец, грубо шорстные, уже деградировавшиеся, то есть некоторые не занимались селекционной работой, которые были уже утратившие свои основные положительные качества. Если вспомним мы, опять же, Саранова, знаменитого нашего учёного, который занимался селекцией, он же искал бурятские породы скота, в том числе и баранов, и коров. Он, например, в Монголии зарегистрировано более 30 пород овец в Монголии. То есть там фактически в каждом Маймаке своя собственная порода зарегистрирована. То есть в Монголии вот эта селекционная работа поставлена на государственном уровне, на системном уровне. То есть они этим занимаются постоянно. И наши предки, они тоже этим занимались постоянно. Ведь эти породы, они же не появились сами по себе. Они же занимались отбором. Лучшие образцы отбирали, их размножали, и это же не что, как попало. В постсоветское время, я 100% уверен, никто среди частников такой работой не занимался, потому что у них не было соответствующих знаний, соответствующих устремлений, соответствующих установок и так далее. То, что этим государством тоже этим делом не занимались. И породы просто выродились элементарно. То есть вот эта селекционная работа, она должна вестись постоянно. Мы в своё время свободно-независтимые государцы, свободно-независтимые бреки, мы должны вот эту работу научную, селекционную, обратить очень серьёзное внимание. Это касается не только овец, это касается и коров, это касается и лошадей и так далее, и так далее. В этом есть перспектива. Если мы будем использовать, размножать породы деградировавшиеся, которые с плохими качествами, вкусовыми, ещё другими, плохо будут набирать вес и так далее, мы ничего не добьёмся. Мы должны использовать тот опыт, который достался от наших предков, взять породы скота, овец, которые нам в ряске, и проложить соответствующие усилия с точки зрения науки, и улучшить эти породы, чтобы они соответствовали нашему климату, чтобы они прибавляли вес и соответствующие, чтобы вкусовые качества были хорошие и так далее. У нас есть возможности широкие для этого. То есть если мы, опять же, возьмём материал селекционный, допустим, в той же самой Монголии, где в каждом маймаке, как я говорю, ещё и свои собственные породы, мы можем эту работу вести. И это надо делать системно, и надо делать с точки зрения государства. И вот государственная политика должна быть в этой области очень жёсткой. Нельзя допустить, чтобы у нас в Бурятии частники размножали плохие породы скота. Это неправильно с точки зрения государства. И вот этот опыт, который остался у нас от Лосхаранова, такой негативный опыт отношения государства к селекционной работе, мы должны сделать из этого очень серьёзные выводы. Надо наших учёных выращивать, и, соответственно, программами заставляет заниматься селекционной работой. Это должно быть поставлено на государственный уровень. Понятно, что в сегодняшний день у нас поголовье тех же самых овец очень сильно сократилось. Я помню, в советское время, когда вот едешь куда-нибудь в районе, да, вот с той стороны отары где-нибудь, обязательно с этой стороны отары, там постоянно отары, постоянно всё распахано и так далее. Сейчас в Бурятии попробуй найти отару, которая спокойно пасётся. Да такого нету. В Монголии полным-полно. В Монголии, когда в границу переезжаешь, там всё сразу. Там отары, а здесь отары. В Бурятии сейчас такого нет. Поголовье сократилось очень сильно. То же самое касательно и крупнорогатого скота. У нас были в своё время завезены, тут есть и ментальная, и ментальная порода, по-моему, у нас краснопёрстная, чёрнопёрстная или краснопёрстная, что-то такие породы какие-то. Они тоже были не совсем приспособлены. Что брать овцы, что брать, значит, КРС. Аборигенные породы скота, они отличаются тем, что зимой могут выкапывать вот эту траву, увядшую из-под снега. И они круглый год находятся на свободном выпасе. Зимой вот этот из-под снега выкапывают, траву её едят. Пришлые породы скота, они этого делать не могут, не умеют. То есть у них не приспособлены копыта, у них не приспособлены ещё что-то там, короче, другие там моменты. Поэтому получается, что их, вот эти прижлые породы, их надо зимой подкармливать. А чтобы подкармливать, это надо сено заготавливать. И заготовка сена – это достаточно такое затратное мероприятие, которое резко увеличивает себестоимость этого мяса. То есть отгон на животноце, чем оно хорошо? Основное его преимущество – то, что очень низкая себестоимость. Скот, круглый год находящийся на свободном выпасе, фактически очень низкий затрат. А с учётом того, что скот, находящийся на свободном выпасе, он ест ту траву, которая ей вкусна, то есть она же не ест то, что ей дадут, допустим, если стойное содержание этих, те же самые корон. Они едят то, что дадут, да? Дадут солому – да, едят солому. Дадут сено – едят солому. Дадут комбикорм – едят комбикорм. Соответственно, вкусовые качества у такого мяса очень плохие, очень низкие. А скот, пасущийся на свободном выпасе, который ест ту траву, которая ей вкусна, соответственно, у него вкусовые качества мяса более высокие. Поэтому получается, что низкость и бессоемость, и высокое качество мяса гораздо обеспечит свободный выпас. И нам, конечно, нужно к этому стремиться, чтобы и породы скота соответствующие возродить, и возродить вот этот способ выпаса, свободный выпуск. Это относится, ещё раз говорю, как к овцам, так и к РС. Ну и то же самое относится и к лошадям, кстати говоря. То есть у нас в Бурятии сейчас вообще не найдёшь аборигенные породы, спустим, лошадей. Ну нету её, просто тупо. Все вот эти низкорослые монгольские лошади, в Боряске в том числе, все же низкорослые были, их просто нет. Поэтому этот вопрос создания соответствующих пород скота, приспособленных к нашему климату, к нашим условиям, это очень серьёзный вопрос, который надо решать именно на густарственном уровне. Потому что частники его решить не в состоянии, не смогут сделать. Например, я была, когда в Еране в своё время, мне говорили, что стали закупать калмыцкую породу коров, привозить к нам. Я не знаю, насколько они прижились, но вот меня сейчас поразила такая мысль, которая мне раньше в голову не приходила. Почему именно у бурят пропали все аборигенные породы скота? Просто под нож всё пустили. Если даже у калмыков, которые подверглись депортации, если у них даже сохранилась своя корова каким-то чудом, а у нас, у бурят, которых не депортировали, вообще ничего не осталось. Я уже сказала, что верблюдов полностью всех вывели. Но так не только верблюдов, так и всё просто заменили. То, что было своё, всё заменили. Но я знаю, у саха там нельзя было их заменить, потому что из-за климата, из-за этих зим, у них и лошади такие, с мехом очень таким толстым, и коровы. Но вот у нас, у меня такое ощущение, что вот у бурят почему-то целенаправленно всё это. По этому поводу я могу сказать одно, что на самом деле существует, как известно, если касательно КРС, два таких серьёзных направления. Это молочные КРС и мясные породы. Бурятские породы, да, они относились к мясным породам. Они давали мало молока. Где-то там в разы меньше молока давали, при этом у них жирность этого молока была очень высокая. А в советское время, вот что у нас? У нас везде план, в том числе план по молоку. А бурятские породы, да, они мясные породы, они чисто мясные, они план по молоку дать не могли. Три литра, пять литров молока против там десяти литров, допустим, с одного удоя, ну, это в три раза меньше. Мясные породы скота были заменены на молочные. Те, которые содержались вот на фермах. Это чисто стойловое содержание. А те породы, которые пошли, значит, на отгулы, ну, вроде как бы на свободном выпусте, они такого смешанного мясомоочного направления. У них молока было побольше, чем у бурятских пород, но меньше, чем у стойловых. Поэтому вот только из-за этого. Для выполнения плана, ну, там видите, как тоже начали вот необходимое усилие дать молока. Больше того всего пятый-десятый. Это такие пропагандистские лозунги, не связанные с экономикой, не связанные с сельским хозяйством, а просто связанные на хотелках. При этом никто не считал, сколько это будет стоить содержание новых пород, потому что там в обкомах и райкомах мало кто понимал, чем отличается, допустим, мясная порода от молочной породы, и что нужно для того, чтобы те и другие, что нужно для их содержания. Отказались, что надо корма начать. Ну, давайте корма будем делать, будем сажать какие-то там веби растений соответствующие, силу заготавливать, сено заготавливать и так далее. Это все друг за другом тянется. Понастроили кучу ферм, значит, надо кормить, а чтобы кормить, значит, надо соответствующие корма высаживать, а корма потом надо как-то хранить. Начали закладывать силу, сено заготавливать и так далее. и тому подобное. А это всё тоже не всегда получается. У нас, ну, рискованная зона земледелия, да, то есть у нас карматы не всегда выращиваются. А аборигенные породы, они позволяли даже засушливые как пусть и периоды, да, или, допустим, какие-то другие периоды, позволяли всё равно как-то там скоту выживать, потому что они всё равно находили траву. Конечно, были случаи, когда, допустим, там совсем большие засухи, да, или зимой очень много снега, конечно, пойдёшь бы среди скота, да. Возьмём современную Монголию. Время от времени бывают такие серьёзные природные какие-то там явления, которые приводят к большому падежу скота. Но это же не каждый год. Поэтому смена породы была связана в основном, или не то, что в основном, она была связана чисто в пропагандистских целях, как говорится, да, для плана и так далее. Я не совсем как бы за то, чтобы вот взять вот чисто вот эти бурятские породы, да, взять вот старинные найти и их в этот день размножать. К этому вопросу тоже надо подходить рационально. Селекционную работу надо вести. То есть на базе вот этих вот старых аборигенных пород выводить какие-то новые современные породы. И не зацикливаться там, что вот эта порода обязательно должна быть та порода, которую там сто лет назад или двести лет назад наши предки разводили. Это не совсем правильный подход, на мой взгляд. То, что их надо использовать для дальнейшей селекционной работы, это сто процентов. То есть надо выводить новые породы скота, современные, чтобы соответствовали современным требованиям. И это очень большая работа, которая не на один год. Я вот не знаю, кстати говоря, какие породы сейчас распространяет, допустим, вот эта санкция, например, да, вот вам была на вот это социальные патары. Не знаю, какие там породы скота, овец они распространяют. Но то, что вот эту селекционную работу надо вести системно на государственном уровне, а это сто процентов, и никто, кроме государства, это сделать не сможет. Это надо создавать соответствующую законодательную базу. Я вот как политик с точки зрения на эту систему смотрю. Теперь, значит, второй вопрос. У нас, если говорить опять же о животноводстве, второй вопрос, это скот вырастили, его же надо переработать. Но мы знаем, что в советское время было достаточно много предприятий по переработку именно продуктов животноводства. Были в каждом районе были маленькие молочные заводы по переработке молока, были предприятия по переработке мяса. Большая часть, значительная часть этих предприятий в свое время закрылась, разгорилась, и их просто-напросто нет на сегодняшний день. Вопросы по переработке продуктов животноводства, да, это вопрос на сегодняшний день очень остро стоящий. Я, допустим, разговаривал с фермерами, вот где-то в нулевых годах, с фермерами в Болгинском районе, потому что я в Болге в то время жил, с арангуйскими фермерами разговаривали. Я говорю, вы можете увеличить поголовье? Он говорит, да без вопроса. Я говорю, в два раза можете увеличить, вообще проблем нет. И в два, и в три раза бы ты увеличил. А я говорю, а в чем проблема-то? Почему не увеличиваете? Он говорит, а проблема со сбытом. Мы то, что есть сейчас-то еле-еле продаем. И молоко, и мясо, это же надо все сбыть потом, все же продать. Те цены, которые предлагают, допустим, закупщики, да, те же самые молокозавод, цена в то время, когда я интересовался, была в два раза ниже, по которой они сами продавали. Ну то, условно говоря, молокозавод покупал, скупал по 10 рублей, а они, фермеры, продавали часто. Ездили там в города, там где-то чего-то, там, они продавали за 20 рублей. Естественно, они молокозаводу не продавали. У каждого фермера были свои, как говорится, там, вот каналы сбыта. Этот рынок такой очень был тесный, будем так говорить. А самостоятельно перерабатывать молоко они не могли. Самое интересное получается так. Скупает молокозавод по 10 рублей, фермеры продают молоко по 20 рублей. А в магазине, да, в тетропаке молоко стоит 40 рублей. Понимаете, какая ситуация получается. Молокозавод, такая ситуация. А сами фермеры или, допустим, там, пыхашники, они самостоятельно, допустим, растаривать, да, и продавать, допустим, соответствующие таре, они не могут. То есть у них нет внимательности и ничего по этому поводу. Кстати говоря, здесь еще такой момент. Я когда в нулевых годах начал этой проблемой заниматься, в то время производство сельскохозяйственной продукции в Буряке было такое. Это примерно 80% этой продукции была пыхашников, личное подсобное хозяйство. И где-то порядка 20% там или 19% это были фермеры. А сельхозпредприятия там всего было в тот момент на территории республики где-то полтора десятка предприятий. Сельхозпредприятий, их доля была очень маленькая. Когда я смотрел данные уже где-то, ну, от начала 20-х годов, да, вот практически через 20 лет. Оказалось, что сельхозпредприятий в республике не осталось вообще. То есть они все разорились. Количество фермеров сократилось. Продукция сельскохозяйства в Бурятии, да, занималась 97% это была продукция ОПХ, личных подсобных хозяйств. Количество фермеров сократилось где-то, если я ведь по этим цифрам брать, то где-то раз в пять. На сегодняшний день в Бурятии больше 95% продукции, сельхозпродукции производится личными подсобными хозяйствами. Это люди, которые вот имеют какую-то свою работу, в общем, они там, не знаю, там, бюджетники там или пенсионеры, еще кто-то, да, и держат личные подсобные хозяйства. И вот эти личные подсобные хозяйства на сегодняшний день дают более 95% продукции в Бурятии. Это совершенно недопустимая и совершенно невозможная ситуация. Такого быть не должно. Вот этот сектор промышленных предприятий и сектор фермеров настолько сократился. А сократился за счет чего? За счет того, что никто с точки зрения государства не оказывает им поддержки. То есть РПК-шникам вообще никакой поддержки не оказывается. Но они, тем не менее, существуют. А те деньги, которые вкладываются в сельское хозяйство со стороны государства на сегодняшний день, там, фермеров, там, или промышленных предприятий, он вообще никакого результата не дает. То есть это все впустую. Поэтому основные вопросы, как поддерживать сельского хозяйства всего-то животноводства, да, это тоже очень серьезный вопрос. Как, в каком месте, в каких частях это все дело поддерживать? Как сделать так, чтобы... Ну, что такое фермер? Да, фермер, он, это, ну, развитый РПК-шник, да. РПК-шник развивает свое хозяйство, постепенно-постепенно он переходит в статус фермер. А с сегодняшний день идет обратный процесс. Фермеры переходят в статус РПК-шника. Некрасивая ситуация получается. Если, допустим, брать развитые страны, да, допустим, там, Европы, допустим, там, или Америки, к примеру, да, здесь же ситуация совершенно другая. Все держатся на фермерах как раз. Здесь нет такого понятия ЛПХ. Здесь, допустим, в США вообще запрещено частным лицам заниматься сельским отдыхом. Даже огород держать нельзя, чтобы у себя там на участке выращивать там помидоры там или огурцы, да, это нельзя делать. В Европе точно такая ситуация. Участникам нельзя делать. Вот в России вот каждый там взял, посадил, вырастил, съел. Поэтому государственную политику в этой области тоже как бы надо корректировать. Я к этому вопросу еще вернусь. Я сейчас хотел бы сказать о другой сфере. Это вот арсеневодство. То есть у нас традиционно арсеневодством у нас занимаются русские, да, в основном семейские. Как мы знаем, появлением русских, они в какой-то период начали отжимать бурят в самые лучшие земли. А это стали, чтобы их пахать, выращивать хлеб. Так, в первую очередь, хлеб, конечно, принесли. Я еще в 90-х годах, в начале 90-х годах у специалистов наших консультировался по поводу земли, да. Мне сказали так, что у нас в Бурятии земель пригодных по международным стандартам, пригодных для пахоты, это где-то порядка 1% от всех сельхозугодий. Где-то порядка 1%. В советское время пахалось где-то примерно 40% от всего сельхозугодий. То есть, в советское время пахали земли, заведомо непригодные для пахоты. То есть, земли, которые с низким содержанием гумуса, в принципе, не могут дать хороший урожай. Вот у нас, допустим, по пшенице в советское время самые лучшие урожаи были на самых лучших землях. Были где-то примерно на 13 сантиметров в гектаре. У Кубани 130 сантиметров в гектаре. 10 раз больше. И как-то еще, помнится, в нулевых годах, в конце 90-х годах приезжал там один из запретов России. Говорил, говорит, нахрена вы это делаете? Зачем? Какой смысл в том, что вы пшеницу сажаете и получаете 13 сантиметров в гектаре? Не проще ли вот с Кубани привезти? Это обойдется намного дешевле и проще и так далее. Вы впустую тратите горючее, тратите силы, технику использовать и так далее. У вас даже не окупается все это дело в производстве. Оно так и есть. Оно действительно не окупается. Результата никакого нет. У меня вот тоже маленький такой пример. Еще в Бурятии я как-то один раз ехал через Сарабогатайский район. Есть такая деревня, Десятникова. Стою, смотрю, там мужик у дороги картошку продает в мешках. Ну, я думаю, остановиться, прицениться, думаю, может, купить. Остановился, ну, разговорился с мужиком, да. Ну, такой старичок такой. Пенсионер, по всей видимости. Вот он мне задает вопрос. Я вот вижу, вот из города, я говорю, да. Он говорит, у вас есть, говорит, знакомые там начальники там правительства, еще где-нибудь? Я говорю, ну, да, в принципе, есть. А вы можете им сказать вот нашу проблему? Я говорю, какую проблему? Вот, говорит, у нас, говорит, есть такой закон в Бурятии. Дают дотацию на пшеницу. Вот если пшеницу сажают, сажают, дают государственную дотацию на нее. Но пшеница у нас здесь не урождает. Она где-то, говорит, раз, ну, в семь-восемь лет родить, а остальные года, она, значит, ну, нет урожая пшеницы. И мы для того, чтобы получить дотацию, пшеницу сажают. А пшеница, допустим, семь лет из восьми не урождается. А пшеница у нас, говорит, кормовая, там у нас нету продовольствия, да, у нас все идет на кормах. И получается, что мы пшеницу посадили, дотацию получили, а кормов у нас нету. Видите как? У нас, говорит, хорошо родится рожь. Она пластически каждый год растет. А мы рожь не сажаем, потому что нам дотацию на рожь не дают. Нельзя ли эту дотацию распростроить на рожь? То есть делать вообще на зерновые? А мы бы сами тут определяли, да, сколько нам ржи сажать, сколько нам пшеница сажать, потому что мы больше бы ржи сажали и меньше пшеницы. И у нас бы и корма были бы, и все было бы нормально. То есть вот этот вопрос, который, в принципе, решается хуралом. И вот он как бы создан чисто нашими чиновниками. А роль государства в регулировании сельского хозяйства, она не должна быть такая. То есть она должна быть направлена на результат, в поддержку именно сельского хозяйства, а не каким-то там непонятно какие-то. А почему я так? Я там потом задал такой, задал вопрос. Думаю, а почему на пшеницу дают? Оказывается, это политика российская. Вопрос о продовольственной независимости существует в российском правительстве, существует такое мнение, что пшеницу надо выращивать сами. Соответственно, продовольственные сорта. И они по всей стране дают такую директиву. Поддерживаем производство пшеницы. И дотации дают на пшеницу. Оказывается, наш курал, вот на республике Бурятия тоже по линии сельского хозяйства получает дотации на пшеницу. А местные условия наши не позволяют эту пшеницу выращивать. Получается, вроде как бы и деньги дают, и вроде сельское хозяйство поддерживает вроде как бы, да. А получается наоборот. У нас в сельском хозяйстве из-за этого получается и кормов нет. Скотину кормить нечего. Это еще один плюс жизни в маленькой стране. Да. Вот в большой стране, тем более такой... Да, мы бы сказали бы, вопрос бы это снял, мы тут же вынесли бы, ну, форал, сказали бы, ничего, ребята, давайте поменяем это положение. В Америке фермеры тоже получают дотации на выращивание кукурузы. Это тоже минус. Потому что кукуруза в основном идет на производство этого дешевого сиропа, который везде во всех блюдах сейчас, во всех продуктах практически можно найти. Этот кукурузный сироп, когда его начали производить в этих промышленных масштабах. Вот с этого момента, можно сказать, началась эпидемия ожирения в Америке. Получается такой порочный круг, потому что промышленность, да, то есть вот эти концерны, эти компании, они лоббируют законы, по которым выдают дотации именно фермерам, которые выращивают эту кукурузу. Фермеры в результате выращивают эту кукурузу и ее уже в таких масштабах производят, что, то есть только больше и больше. Теперь вы же сами видите, да, во что превращается общество в Америке. Проблемы Америки, оставимые для Америки, то, что касается сельскохозяйства в Бурятии, поддержка, допустим, у того же самого растеневодства, это вопрос тоже достаточно серьезный. Мы знаем все прекрасно, что во всем мире, ну, в большинстве стран мира так или иначе, сельскохозяйство поддерживается в той или иной форме, да, и в том числе дотациями, потому что это действительно вопросы продовольственной независимости и продовольственной безопасности со стороны. Так или иначе, это все правительства тем или иным способом пытается свое сельскохозяйство поддержать. Мы тоже этого не избежим, просто надо делать это правильно, надо делать разумно, не так, чтобы эта поддержка приводила к тому, чтобы, ну, возникали новые проблемы. Производство, допустим, зерновых, это не является у нас как бы основным видом арсеневодства в Бурятии. Производство зерновых, это зерно, это непродовольственное. На продовольственное зерно у нас даже советское время проводилось очень мало. Но там, видите, как, тоже на отдельных участках можно, конечно, получать хорошие результаты какое-то время, да, но это приводит, быстро приводит к источению земель. Соответственно, это надо заниматься очень серьезно агротехническими мероприятиями, да, там, проводить смену культур на земле, на отдельных участках, так далее и тому подобное. Но это, я не агроном, я не знаю, как все это делается, но это достаточно серьезный такой комплекс, там, в том числе, там, удобрения, того всего, пятое-десятое, да. Такой интенсивный вид арсеневодства, тоже, как бы, очень большие вопросы по этому пути. Я не думаю, что мы должны только ради, там, галочки, что вот мы продовольственное зерно производим, да, ты наши земли удобрениями засыпать, делать, там, видишь, что у нас все хорошо. Это тоже неправильно. Поэтому производство продовольственного зерна у нас, я думаю, что вряд ли так в больших масштабах промышленности, да, имеет какую-то перспективу, нам проще его закупать, действительно. Но то зерно, которое у нас производится сейчас, это, вот, он фуражный, да, то есть оно идет на производство комбикормов, комбикорма, которые идут, опять же, на содержание ПРС и на свиноводство, пиццеводство и так далее. Основной вид у нас растеневодства в Бурятии, да, так или иначе, получается, это овощеводство. То есть это производство картофеля, морковь, свеклы и так далее и тому подобное. И по этим видам растеневодства мы, в принципе, можем себя обеспечить. Но, к сожалению, опять же, не обеспечиваем. Всего того, что, опять же, существуют эти вот. Китай рядом, та же самая картошка, та же самая морковка. С Китая даже, с учетом транспортных расходов, получается дешевле нашей собственной. Это раз. А почему у нас наше местное производство считается дороже? Это не связано не только с тем, что у нас здесь урожай на снеже, да. Проблем там достаточно много. Если говорить об обувьеводстве, то основная проблема у нас в Бурятии – это хранение. Чем китайские, допустим, продукты хорошие? Они же прямо с колеса продаются, да. То есть их не хранят долго. Они привезли, их сразу по магазинам развезли, разложили, все и продаются сразу. И идут такие постоянные поставки. А нашу продукцию, которую мы у себя собрали, да. Мы же не можем одномоментно сразу все это в магазин отправить. Оно закладывается на хранение. А хранение в Бурятии, да, это очень серьезный вопрос сейчас в советских времен. То есть у нас нет современных, правильных, хороших овощехранилищ. Ну, мы в советское время все проходили через это, да, поработали, там, перебирали это гнилье там на овощебазах, да, студентами, и потом уже, да, это, да, это, как это, прицевые языцы, что называется, да. У нас до 70% в советское время овощей сгнивало. До 70% выращивать выращивали, да, а сохранить не могли. И эта проблема, она и до сих пор осталась. Поэтому как все это сохранить? То есть какой смысл заниматься вот этим всеми делами? Сажать, ухаживать, выращивать, потом взять и все вгноить? Ну, смысла нет. Сегодняшний день строительство новых современных овощих хранилищ, да, это очень, очень серьезные затраты большие финансовой точки зрения. То есть это, тут еще надо смотреть, это выгодно или невыгодно. Может, вы действительно проще с Китая привезти? В Китае там овощих хранилища намного проще, чем у нас, потому что у нас морозы, 30-40 градусов мороза на дворе, соответствующие овощих хранилища нужны. В Китае там нет таких морозов, там у них хранилища проще. Там у них циклы немножко другие, они же круглый год выращивают. У нас можно выращивать, конечно, растянуть этот цикл, используя, допустим, теплицы, да, но зимой, опять же, в 30-40 градусные морозы, даже в наших условиях теплицу тоже очень высокая себестоимость получается. Даже надо их обогревать, так далее, там подобное. По теплицам это тоже отдельная тема. Тепличное производство у нас, конечно, надо развивать в Бурятии, но используя современные технологии. Так как в Китае, допустим, у них там очень низкие затраты, они взяли пленкой чуть-чуть там и тянули, строительство теплиц там находится намного дешевле, и, соответственно, себестоимость ниже. Поэтому все эти вопросы, да, это очень серьезные вопросы. И на сегодняшний день в Бурятии, в России, да, эти вопросы практически не решаются. Все вот на откуп участников, да, вот участник захотел новое овощехранилище построить, ну, строит он, как ему там бог на душу положит, с нарушением технологий, не привлекая какие-то современные технологии, или еще кто-то там, да, сделал, как там, тяп-ляп, понастроили и так далее. Все это должно регулироваться государством, приводить в соответствие все вот эти наши овощехранилища, там, еще что-то, да, чтобы они соответствовали требованиям. Опять же, на сегодняшний день 100% наших овощехранилища, они не соответствуют современным требованиям. Возьми, прими такой закон, за другой день надо будет все эти овощехранилища закрывать. Где хранилища? Программа, соответственно, постепенно, постепенно приводить это все в порядок, да. Опять же, стимулировать, чтобы туда инвесторы вкладывали деньги, чтобы какие-то была государственная поддержка и так далее и тому подобное. Это уже очень серьезная программа. А то же самое с переработкой, допустим, мяса и молока. То же самое переработка, скажем, тех же самых овощей, да. У нас в свое время был такой достаточно большое предприятие, это НГТСК консервный завод, да, который достаточно много овощей перерабатывал, да, ну, там все, в советское время банки стеклянные, да, там закатали, там как, непонятно, как там помыли, непонятно, как там стерилизовали и так далее и тому подобное. Да, но тем не менее, они продукцию-то делают. На сегодняшний день практически никто этим делом не занимается. Почему? Потому что проще привезти. То есть мы можем, в принципе, да, на сегодняшний день, вот так вот если это говорить, да вообще сельским хозяйством не заниматься, но сидеть все равно привозно. Китайцы привезут нам и картошку привезут, и морковку привезут, и консервы соответствующие овощные привезут. Но это же тоже не позиция, правильно же, да? Мы как раз говорили. Да, о безопасности. Да, о безопасности. Так или иначе, мы должны эти сферы развивать. И здесь, если опять возвращаясь к переработке, вот эта вот так называемая пищевка, я вот сколько тебя помню, лет с 10, наверное, 50 с лишним лет, в Бурятии я все помню, это пищевка, 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 то есть это отрасль по переработке продуктов питания, вот она стоит и до сих пор не решается. В советское время не сказать, чтобы к этой проблеме нет, как бы на эту проблему не обращали внимания. Обращали внимание, не было выработано и создано соответствующих, не было выработано решений, да, и самое главное, не было соответствующих достижений в этой отрасли. То есть пытались что-то делать. Там проблема в чем была? В советское время страдала гентоманией. Крупные предприятия предприятия, огромные предприятия, там гигантские, а соответственно гигантские предприятия, ну допустим, там тоже самое молокозавод. В Улан-Где существует молокозавод, да, вот молоко буряй. Но везти туда молоко, допустим, Баргузина или Курумкана, ну никакого смысла нет. А у нас получается так, что молокозавод стоит, он построен, да, сырья-то у него нету, потому что те районы, которые вот вокруг города, да, они обеспечивают его сырьем. Из-за того, что там все-таки производство сильно упало. Во-вторых, я же говорю, участники, они отказываются продавать по тем закупочным ценам, которые молокозавод предлагает. В сегодняшний день молокозавод фактически гемпингует и он скупает молоко только у тех участников, да, которые не могут сами реализовать его. То есть у которых там отсутствует транспорт, допустим, там, или объемы не сильно большие. Фактически выкручивают им руки, заставляют их покупать по низкой цене. Те фермеры, которые или те ЛПХшники, у которых есть, ну, какие-то возможности все-таки продавать это молоко по более высокой цене, они молокозаводу не продают. У меня в то время был такой проект, я его в министерстве сельскохозяйства предлагал. Это создание ассоциации лично-подсутных хозяйств. В то время не очень сильно законодательство поменялось. В то время, когда мы эту тему поднимали, было очень такое серьезное преимущество, что ЛПХшники не платили вообще никаких налогов. В том числе подоходный налог не платили. На сегодняшний день, да, все участники, в том числе ЛПХшники, они обязаны платить подоходный налог. Ты вот продукцию выработал, продал, и вот с этого дохода ты должен платить налог. И там еще какие-то налоги добавили. Был период, когда у ЛПХшников была такая льгота, они не платили. Вот то, что ты выработал, даже если продал, то есть это все без налогов не облагалось. И в то время как раз вот было выгодно как раз вот эти ЛПХ раздевать лично-подсутных хозяйств. И вот была такая идея создания ассоциации лично-подсутных хозяйств. То есть, остаться понятна, объединить, да, объединить лично-подсутное хозяйство, создать ей какую-то там структуру ответственную. Какой из целей? То есть ЛПХшники, у них особенность какая? Они слабосильные. То есть, если фермер, какой-то такой богатый фермер может построить себе какой-то маленький, допустим, заводик по переработке молока, там, или, допустим, мяса, да, то ЛПХшник сделать этого не может самостоятельно. Потому что у него объемы очень маленькие, и он слабосилен. А вот если их объединить, допустим, да, в какую-то ассоциацию, вот собрались, допустим, там, 10-20 ЛПХшников, они уже могут общими усилиями создать некий такой небольшой цех по переработке, допустим, молока или мяса. У нас в России в то время производились российские отечественные мощности, такие цеха по переработке молока и мяса. Вот контейнерного типа, вот контейнер, вот этот, 20-тонник, да, привозишь, ставишь, подключаешь коммуникации, пожалуйста, у тебя цех по переработке молока или цех по переработке мяса. И стоимость была, ну, достаточно такая, демократичная, в принципе, можно было найти. Идея была такая, создать ассоциацию личных подсобных хозяйств, а и дать им возможность создать такие мощности. В чем проблема там была? Проблема была в том, что ЛПХшники, первые слабосилки, у них, ну, с финансами проблемы, то есть они, как бы, возможности маленькие. Во-вторых, они не могут заниматься рекламой, они не могут заниматься сбытом, как правило, да, они не могут заниматься, ну, закупкой, там, необходимого материалов, там, запчастей и так далее, так далее. То есть вот эти все функции должна была взять на себе ассоциация. То есть ассоциация поступала бы как поставщик оборудования запчастей, она занималась бы рекламой вот этой продукции, она бы занималась продажей этой продукции. То есть предполагалось создать ассоциацию, допустим, личных подсобных хозяйств таким образом, чтобы на продукции можно было определить, кто конкретно этой продукции произвел. Ну, допустим, условно говоря, ЛПХ-чик, допустим, Бадмаев, выработал он там, допустим, 100 литров молока, к примеру. Пришли, он взял, значит, договорился с своими относельчанами, что вот в такой-то день или с такой-то какой-то период он это еще, вот это свое молоко на этом маленьком цеху перерабатывал. Он его там переработал, упаковка, собственно, там, с общим дизайном, да, и там ставит свою печать Бадмаев, такой-такой-то адрес, так далее, так далее. Это его молоко, ну, условно говоря, да, не вдаваясь в подробности. Или, допустим, то же самое мясо, допустим, там переработали, колбаса, допустим, допустим, на ней написано ЛПХ, Бадмаев, такого-то числа выработанное и так далее и подобное. Таким вот образом. То есть можно было бы вот эти можности создать такими небольшими, маленькими, ну, в каждом селе, там, по несколько, допустим, там, цехов, да, можно было, если на крупное село, да, а если маленькая деревня, там, один цех, допустим, по переработке молока, то есть такие мобильные они привезли, поставили, и так далее. То есть, в принципе, такая была идея. Я вот проект этот все написал, написал, нарисовал, Минсельхоз отнес и так. Нет, сейчас это прекрасная новость, что у вас уже есть этот проект готовый, просто нужно его... Был, значит, его сейчас надо, конечно, перерабатывать и смотреть, потому что сейчас... Я-то просто хотел следующее сказать, что в субботу независимый Бурятия мы в обязательном порядке должны будем обратить внимание на сектор ЛПХ и создать все условия для того, чтобы ЛПХ-шники могли не только производить свою продукцию, но ее и перерабатывать. Для этого нужно создавать кооперации. Вот у нас, ну, есть такие законы кооперации, допустим, и так далее, которые не работают. Мы должны создать, допустим, пионерские, да, допустим, первичные такие организации, как, к примеру, да, помочь людям объединиться, создать, там, написать уставы, там, так далее, так далее, найти поставщиков, оборудование и там подобное. То есть, создать такие пилотные проекты, чтобы другие ЛПХ-шники могли посмотреть и сказать, там, мы тоже так же хотим. И, соответственно, предоставить, я не знаю, кредиты, там, какие-то льготы и так далее, и так подобное. Сдвинуть это все с места. Таким образом, чтобы сами сельчане свою еду продукции производили и доводили до товарного вида. Ну, допустим, молоко, скажем, то же самое. Я в свое время этой проблемой достаточно занимался. Тетропак, да, это же не единственная упаковка, которая есть на сегодняшний день. Тетропак, они чем отличаются? Тем, что они монополисты по всему миру. Вот сейчас вот наша вот эта вот компания, этот молоко ландинское, они купили линию тетропака. На сегодняшний день из-за нее разорились. Они обанкротились из этой линии. Почему? Потому что, во-первых, они покупали за валюту в тое время. И, во-вторых, тетропак такую политику поставил, что у них заводы, да, они большой мощности. То есть, они рассчитаны на большие объемы молока. Таких, которых у нас нет в Бурятии. Вот сейчас вот та же самая, то молоко, они... Проблема в чем? У них нет сырья. И у них вот эта линия, она большей частью простаивает. Не купили. Ну, я не знаю, я вот когда разговор шел об этом, я вот человек далекий от сельского хозяйства, я сразу сказал, что ничего хорошего из этого не получится. Они из этой линии сейчас разорились. Линию купили, сырьем обеспечить ее не могут. А деньги-то надо платить, кредиты-то надо платить, которые еще брали в валюте. Рубль у нас падает, падает, падает с каждым днем. Это привело к тому, что предприятие разорилось. Надо было вместо того, чтобы покупать линию тетропака, посмотреть альтернативные методы. То есть, допустим, доипаки, например, да, такая майонеза такой в мягкой упаковке такой бывает. Да, в мягкой упаковке, вот, называется доипак упаковка. Тоже, значит, можно ее молоко в ней делать. Там проблема-то в чем? Вот так, в двух словах. Принцип тетропака. Они берут в стерильной атмосфере, берут стерильную тару и туда заливают стерильное молоко. Ее запечатывают. Создать эти условия очень тяжело. Создать стерильную обстановку, стерильную тару и стерильное молоко. Значит, отдельно стерилизовать молоко, потом заливать. То есть это все очень дорого. А Дойпак отличается чем? Что берут не в стерильной обстановке, в относительно не стерильной, то есть чистой, но не стерильной. Берут не стерильную тару, заливают не стерильное молоко, упаковывают, а потом уже в упаковке молоко стерилизуют. Это намного выгоднее оказывается с точки зрения технологической. У Дойпака проблема в том, что там более низкая производительность. То есть если мы говорим о тетропаке, обеспечить стерильные условия помещения, там нужно, чтобы через него очень большие объемы проходили. Тетропак они это дело обеспечивают. Там большие объемы нужны. У нас в Бурятии таких объемов нет. Поэтому вот эта упаковка Дойпаки, она как раз для Бурятии очень выгодна. То есть можно сделать небольшой цех. Даже тару можно либо производить самим, либо закупать уже в готовом виде. В консервную банку металлическую или стеклянную положили, закатали, в автоклав стерилизовали. Все. То есть такая же технология, только упаковка там другая. Надо вообще вернуться к стеклянной таре. Потому что для экологии хорошо. То есть эта стеклянная тара может снова производствовать. Ее можно снова сдавать, как раньше были пункты приема стеклотары. И все. И она идет дальше. Есть как бы разные пути для этого. Опять же для этого. Ну мы знаем, что сейчас есть так немножко отвлечемся. Существуют такие направления, когда специально создаются такие пластмассы, а такие упаковки, которые биоразлагаемые. Либо под действием ультрафиолетового излучения, или в других условиях, допустим. Опять же используют то же самое. Из кукурузы, по-моему, делают сейчас современные. Есть такие упаковки, которые биоразлагаемые. В течение 5 лет, по-моему, разлагаются и так далее и тому подобное. То есть это направление тоже какое-то есть, которое необходимо. Не будем отвлекаться. Так вот, речь идет о чем? То принцип вот такой. Принцип обыкновенных консервов. То есть маленький цвет такой можно сделать. Причем, я еще раз говорю, вот этот автоклавый, можно его использовать не только для стерилизации молока. Можно использовать для стерилизации, как мы говорим, консервов. Да, те же самые. Мясные консервы, растительные консервы и так далее. То есть как бы такое более широкое применение. Можно создать вот такие небольшие производства, которые могли бы работать в этом направлении. Что это дает? Это, во-первых, дает возможность вот эту продукцию пыхашников или сельчан сельского хозяйства, ее все-таки перерабатывать. То есть эти все продукты скоропортившие, что молоко брать, что мясо брать, и те же самые овощи, если в специальных условиях не сранить, они очень быстро же портятся. Конечно, мясо тоже можно заморозить и хранить годами, но от этого оно лучше не делается все равно. Лучше, когда в свежем виде все переработают. Так вот, я еще хочу сказать, что нам необходимо создавать именно от операции такие маленькие производства, небольшие производства, которые были бы как максимально приближены к производителям, то есть чтобы они были в каждом селе. Но для этого необходимо построить соответствующую систему, поставлять там оборудование. Ну, поставляйте себе оборудование, оно же не вечное, нужны запчасти. Если, допустим, взяли вот это, допустим, 10 цехов, да, таких вот, купили у разных производителей, у них у всех разные запчасти. Соответственно, когда идет эксплуатация, у них возникнут проблемы. А если, допустим, они закупили у одного производителя, да, грубо говоря, у них запчасти одинаковые, у них могут быть единый, допустим, фонд, допустим, запчастей, да, единые, скажем, какие-то бригады, которые занимаются ремонтом, эксплуатацией этих мини-цехов и так далее, которые могли бы осуществить, нужны органы, которые осуществляли бы контроль, чтобы, ну, за качеством там, чтобы соблюдали там условия санитарей и так далее и так подобное. Нужна какая-то общая там ветеринарная служба, там, еще что-то и так далее и так подобное. Нужно это все объединять в одной структуре. И вот эта ассоциация лично-сосудный хозяйств, она как раз в рамках этой ассоциации можно эти все вопросы порешать. То есть на сегодняшний день у нас получается так, ЛПХшники, они брошенные на произвол судьбы, они прорываются сами. Вот они взяли там, вот как-то там выходили, корову там содержат, там как-то неизвестно, где ее накормили, как ее накормили. Тоже пример, у меня как-то давно, еще в советское время, поехал на родину, в Иркутскую область. Там у нас от трассы, до деревни доехать 5 километров, или пешком дойти можно там, ну, или на попутки. Ну, вот я иду, приехал как-то домой, значит, иду по дороге. И тут эта машина останавливается. В машине председатель совхоза сидит. Я ему спрашиваю, говорю, о, туда-сюда, поговорили. Я говорю, ну, я такой деловой такой, ну, молодой был совсем такой деловой. Говорю, ну, что, говорю, как у вас тут дела, как у вас там, молодой и там подобное. Вот, я говорю, сколько, говорю, у вас участников скота? А он мне говорит, у нас участников скота столько же, сколько в совхозе. По овцам, по КРС, по лошадям, говорит, меньше, говорит, но по овцам и КРС. У нас что участников, если взять, всех ЛПХшников взять, то в совхозе одинаково количество. Говорю, ну хорошо, говорю. А сколько, я говорю, вы даете им пастбищ и лугов для сенокосов даете? Он говорит, а мы ничего не даем. Я говорю, как ничего не даете? Вот они вот это такое количество скота-то как кормят-то? Он говорит, а они у нас в совхозе воруют? Я говорю, как так, говорю? Вы представители совхоза и говорите, что вот сельсчане в совхозе воруют. Они говорят, а я что сделаю? Знаете, какая ситуация? Вот этого не должно быть. То есть мы должны на сегодняшний день, чтобы вся эта поддержка ЛПХ была, во-первых, легальной, во-вторых, она должна быть адресной и, в-третьих, она должна быть действенной. Она действительно должна поддерживать. То есть ЛПХ, в таком месте действия, у него должны быть соответствующие пастбища, должны быть сенокосы, должны быть какие-то другие возможности получать тот же самый корма и так далее и тому подобное. То есть у нас были истории, когда, правильно сказали вначале, когда, допустим, какие-то части территории сельхозугодия захватили и не пускают туда никого. Такие у нас примеры тоже были. То есть надо четко определять. У ЛПХ-шников были все возможности для обеспечения кормами того скота, который они содержат. То есть это все должно быть регулировано. Я, кстати говоря, тоже по этому поводу могу сказать. Я в нулевых годах, в какой-то период был такой у меня кризис, когда меня поперли со всех мест, благодаря ФСБ. Я думаю, ну, может быть, фермеры пойти. Пойти фермеры, но надо же земли. Я как раз в Логинском районе работал. Как раз из администрации меня как раз тоже уволили. Комства были, я пришел к нашему землюстроителям. Говорю, вот как бы мне землю тут от фермерского хозяйства? Да ты что, вот у нас нет свободной земли. Я говорю, как нету? Говорю, вот сколько земли простаивает, никто ничего там не пашет, не сеет, ни скот не садишь. Он говорит, нет, вся земля кому-то принадлежит. У нас в свое время, в 90-х годах, все земли, все это, все расписано, все это, кому-то все принадлежит. Я говорю, а почему не используется? Ну, вот хозяева вот эти земли не используют. Потом я тоже примерно в это же время поехал к тебе на родину, в Иркутскую область. Там тоже с родственниками сидим и разговариваем. Один там говорит, вот мне нужно срочно там свою землю огородить и распахать в этом году. Я говорю, а что такое? В чем смысл-то? Он говорит, ну у нас здесь работает закон российский, что если земля в каком-то периоде, через сколько-то лет не используется, по-моему, 5 лет было, да, по закону по-российскому, землю в собственника вызымается. Государственный фонд, ну и потом продается. И они для того, чтобы частники, ну собственники демонстрируют, что земля используется. Хотя бы там распахать или еще что-то сделать. То есть в Иркутской области вот этот закон российский, да, он работал. Они говорят, вот там у кого-то там землю отобрали, у кого-то там еще отобрали, на торги выставили и так далее. Бурятия я не слышал такого. Вот есть российский закон в то время был, да, что если земля не используется, да, то государство имеет право эту землю изымать. Я веду к тому, что необходимо вот этот государственный контроль за использование земель тоже иметь, во-первых, да, и во-вторых, контролировать его соблюдение. То есть если земля предназначена для пахоты, она должна пахаться. Если земля предназначена для пастбищ или, допустим, для сенокосов, должны, значит, соответствующим образом использоваться, чтобы эти земли не были таким мертвым капиталом, то собственно тем или иным способом, ну, допустим, скажем, в других странах, те же самые США, если собственных земли есть, он ее сам не использует, так он ее сдает в аренду, например, там уже самому фермеру, там еще кому-то. Сельхоз, сельхозяйственные земли, они должны быть использованы, они должны быть в обороте тем или иным способом. И должен соответствующий закон, и нужно, соответственно, контролировать. Не так, как в Бурятии сейчас. Большинство сельхозхозяйственных земель не используется, и никакого контроля за использованием нету. Вот этого тоже не должно. То есть все должно быть расписано, все должно быть контролировано, и соответствующие, ну, какие-то механизмы должны работать государственные. Кстати, есть большой миф, что в Америке все частное. На самом деле в Америке тоже есть кооперативы, например, кооперативы по выращиванию сладкого картофеля, я знаю, в Северной Каролине, например, ферма была. Там земля обрабатывалась именно кооперативом, не просто каким-то одним фермером, а именно кооперативом фермеров. Я думаю, что во многих странах вот такое существует. Нужно действительно изучать этот метод, изучать разные методы ведения хозяйства и выбирать то, что подходит нам. В США я знаю, что несмотря на то, что земля частная, тем не менее, за правильное использование земли тоже слить государство. Очень важно также, чтобы субсидии попадали именно действительно к тем, кто занимается сельским хозяйством, а не просто к каким-то бандитам, которые, услышав о субсидии, отжали бизнес и получили эти субсидии. В начале 2000-х годов, нулевых, у нас ведь на Улан-Удэнском рынке продавцы молочной продукции, они как раз говорили об этом, об этой ситуации, когда несколько предприятий молочно-перерабатывающих были отжаты таким образом, потому что государство выдавать начало субсидии. И в результате у нас сейчас какая ситуация? И вот сразу же упало, во-первых, упало качество продукции, потому что вот сейчас вот один из тоже таких вот важных моментов – это контроль за качеством, потому что, например, сыр, сейчас уже невозможно купить сыр, который не содержал бы пальмового масла. А это все-таки несколько другая тема. Я вот считаю так, что все вот эти такие негативные явления, начиная с того, что там предприятия отжимали, там качество снизилось, это причина в одном. Это причина в том, что у нас в России вот на сегодняшний день буйным цветом цветет коррупция. Это все с этим связано. Борьба с коррупцией – это как в свое время Голдемейр говорил, да? Самое первое, что мы должны сделать в независимом государстве – это создать закон о борьбе с коррупцией. И бороться с коррупцией как со самым страшным бедствием. Это же самый основной вопрос для любого независимого государства – это не допустить расцвета коррупции. Поэтому мы должны одним из первых законов после принятия Конституции, законов о выборах, понять закон о борьбе с коррупцией. Потому что именно коррупция позволяет легально, так скажем так, в кавычках, да, снижать качество, отжимать там бизнесы, там, или еще что-то, какие-то нарушения делать, да. Потому что если бы это было бы у других ситуаций, когда не было бы коррупции, да, их бы призвали к ответу и тех, и других, и все привели в порядок. Поэтому я вот еще раз говорю, опять мы отвлекаемся, да, от этой темы. Ну, а тем не менее, если вот так вот перестрируют, да, вот по примеру, допустим, то же самое Монголия. Я не знаю там, насколько эти вопросы там, ну, законы работают, но тем не менее они стараются это сделать, да. У меня вот такой пример был. Знакомый Бурят рассказывал. Он поехал в Монголию, местный гражданин его встретил, они ехали и там какое-то нарушение допустили, правила дорожного движения. Ну, их остановил там инспектор и оштрафовал. И вот этот местный Монгол из каких-то таких соображений, я не знаю из каких, да, он, говорит, рассказывает, он, говорит, решил то ли продемонстрировать свою крутизну, то ли что ли. И он, давай, значит, там название всем там всяким разным по телефону, даже так, чтобы от этого штрафа как бы избавиться. Дело дошло до того, что они дошли до начальника там какого-то местного ГАИ, там то ли района, то ли чего ли там. И вот этот ГАИСник ему говорит начальник. Ты, говорит, что делаешь? Ты должен же знать, что у нас в Монголии исправить вот этот штраф, который попал в систему, в компьютерную систему, не может даже президент. По блату как-то взять этот залог. Ты, говорит, что делаешь? Ты почему позоришься? Ты же монгол. Почему ты пытаешься подкупить кого-то? Почему ты пытаешься по блату что-то вопрос решить? Ты монгол. Ты должен быть честным человеком. Ты позоришь имя монгола. И он, говорит, этот монгол так вот голову склонил, пошел в кассу, заплатил штраф. Они у себя в государстве создают такую атмосферу, что настоящий гражданин, настоящий монгол не может давать взятки, не может брать взятки, не может коррупцию за него рассевать и так далее, не может нарушать закон. То есть если само общество гражданское готово перейти на такие вещи, тогда можно с этим бороться. А если гражданское общество будет изначально нацелено на то, чтобы где-то что-то там нарушить, кому-то там взятку дать, перешерстить, никакими законами это дело не уничтожить, невозможно. То есть здесь, я еще раз говорю, надо работать с гражданским обществом. Вот, в частности. Поэтому в России же как система, да, это с советских времен пошло. Все граждане занимаются тем, что как бы обмануть государство. Вот такая вот национальная игра. Не заплатить на розги, там что-то нарушить, что-то там делать, там где-то что-то украсть, где-то что-то там нарушить, тихоря. Такая психология в России на сегодняшний день. Вот, ну это не только в России, но и в некоторых других странах, да. Но тем не менее какие-то страны, какие-то государства, какие-то народы, они стараются с этим бороться. Для этого воспитывать свое гражданское общество. И нам этим тоже придется заниматься. Нам надо будет вот эти вот нарративы, которые на сегодняшний день существуют, в России, в Бурятии в частности, да, надо будет от них избавляться. Надо создавать новые ценности, новые подходы. То есть нужно, чтобы у нас граждане нашего независимого государства, они и гордились, что они граждане нашего государства. И, соответственно, создавать новый моральный принцип. Чтобы они не платили взятки, чтобы они не брали взятки, глупо говоря, занимали коррупцию, не нарушали законы, чтобы они не толкали сыр, палимое масло сверх того, что положено. Чтобы они там не занимались там еще, что если, допустим, там факты какие-то были, там обмана там или отжима там или еще что-то, что это чтобы доводилось до конца, чтобы этих посадили, этих бандитов там еще кого-то там, не знаю, нарушителей и так далее. Мы должны создать такую атмосферу. Потому что если мы не будем хотя бы по меньшей мере ставить такие задачи, стремиться как-то это сделать, ну, то ничего не получится. Мы должны понимать, что это нам предстоит сделать. И работа с гражданским обществом – это очень серьезная проблема. На густарственном уровне надо будет заниматься там и пропагандой, агитацией и так далее, воспитывать нашего села. Чувство патриотизма, чувство гордости за свою страну, за свое государство. Без этого никак. Без этого мы через некоторое время разоримся, грубо говоря. У нас там кто-нибудь, не знаю, экономический или еще как захватит, или еще что-то. Ну, хорошо, ничего не получится с этого. Бардак будет. Создать процветающее государство можно только воспитывая наше население. А для этого нужно соответствующие задачи ставить. Мы понимать должны, что и как делать, для того, чтобы вот наше население стремилось к этому, чтобы они понимали, что это лучше. Вот как этот начальник? Он стыдил этого. Ты же как монгол, ты почему пытаешься нарушить закон? Тебе не стыдно наши заветы, вот это, то, что нам от предков досталось, там, от Чингисхана, там, и еще более древних предков, да, которые обман, предательство тогда, нечестность, воровство и так далее, все осуждалось. Понимаете как? То есть это тоже как бы идеология, которую тоже надо вырабатывать и потом соответствующим образом распространять, внедрять и так далее и тому подобное. Ну, это немножко опять отвлеклись. Сельскому хозяйству тоже отношения имеют. Ну, конечно. Сельское хозяйство – это часть нашей жизни, очень существенная часть. Во всех смыслах коррупция, она разъела практически всю структуру государства сверху донизу, поэтому, естественно, вы должны от этого избавляться. Самое первое, что нужно делать, конечно, вы правы. Я думаю, мы должны будем затруглить наш разговор. Но я хотела бы в заключении, в резюме сказать, что нам нужно так построить наше сельское хозяйство, чтобы продукция бурятская славилась своим качеством, чтобы вернуть эту славу бурятской баранины, чтобы у нас молочная продукция была очень качественная, здоровая, чтобы наши овощи, выращенные в наших хозяйствах, имели настоящий вкус, запах настоящих. Например, чтобы картошка была рассыпчатая, а не чёрная посередине, как вот сейчас иногда бывает. В магазинах купишь тоже китайскую картошку, а она чёрная вся внутри. То же самое капуста или морковка, чтобы она, чтобы вот эти вот овощи, которые на нашей земле выращены, чтобы было видно, что они с любовью выращены, и что они пропитаны нашим солнцем, что они впитали вот все соки нашей земли, и они настоящие, натуральные. Вот надо к этому стремиться. Экологически чистые. И чтобы у нас была вот действительно... Сейчас, например, вот в Москве до этих санкций, да, очень популярна была продукция молочная из Литвы. Потому что вот сразу было видно разницу между вот экологически чистой литовской сметаной, литовским творогом, и чем-то, чтобы вниманием к экологическим нормам. И я думаю, что мы должны именно стремиться к этому, чтобы бурятское означало качественное, здоровое. Конечно, должно относиться не только к сельскому хозяйству, должно относиться вообще ко всему, что в Бурятии производится, и промышленные товары, и какие-то технологии, и какие-то идеи, и так далее, и так далее. Поэтому у нас есть все возможности для этого. Нельзя сказать, что у нас как бы не будет трудностей. Я думаю, что это будет достаточно сложно сделать. Но все это возможно. Просто надо нам правильно трудиться, в правильном направлении. Я думаю, что все у нас получится. Спасибо огромное. До новых встреч.